Сегодня в День памяти святых Петра и Февронии Муромских в России отмечают День семьи, любви и верности. В Москве к празднику начали готовиться заранее. В парках и на бульварах проходят концерты, театрализованные представления, ярмарки и мастер-классы. Праздничную эстафету принял и музей-заповедник Коломенское. Здесь открылся фестиваль духовной музыки «Русь-Певча». Подробности в репортаже Яна Мирой. Георгиевская колокольня в Коломенском возлещает начало фестиваля православной духовной музыки. «Русь-Певча» – форум с давними традициями. С 93-го года регулярно вот здесь мы его проводим. Я думаю, что просто золотое сочетание, когда фестиваль духовной музыки проходит в одном из лучших храмов России. В этом году открытие фестиваля совпало с еще одним праздником. Восьмой год, в День почитания Петра и Февронии Муромских, широко отмечают День семьи, любви и верности. Это место очень подходящее. Храм Вознесения Господня, строение 16 века, небоскреб для своего времени. Памятник, занесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но это еще и память о чуде рождения. Василий III просил Бога о долгожданном наследнике. В благодарность за рождение царевича Иоанна построил этот храм. День семьи в Коломенском отмечают на нескольких площадках. Во дворце царя Алексея Михайловича выставка «Визуальная метафора любви и верности». Работа Евгения Подколзина, иллюстрации к повести о Петре и Февронии Муромских. Возможность увидеть легендарную историю в особом авторском стиле. Традиции русской иконописи и дух русского авангарда. Иллюстрации, выполненные Подколзином, они выполнены в таком стиле. На них отражается его увлечение Казимиром Малевичем. Евгений Подколзин, он долгое время занимался сценографией. Это достаточно отражается в его творчестве, в определенной постановке фигурно-изображениях, в достаточно плоскостном изображении. На основной площадке фестиваля тоже сочетание стилей. Произведение композиторов Московской и Санкт-Петербургской школы. Чайковский – современная музыка. В честь Дня покровителей семьи – величание этой святой четы. Прозвучит величание Бориса Додонова, посвященное как раз этой дате. Величание, то есть как раз восхваляющее именно их добро, благодетель и, видимо, ту любовь, которую они принесли сквозь всю свою жизнь и оставили нам завет жить по тем же канонам. В этом месте, кроме символического смысла и архитектурной уникальности, великолепная акустика – сочетание физики и метафизики. Яна Мироя, Александр Кубасов, Новости культуры.